Безработица Также остро на повестке дня стоит вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних. На время летних каникул некоторые предприятия принимают на работу подростков. Лишние рабочие руки в период отпусков никогда не помешают. А для юношей и девушек это шанс проявить себя. Работать и сделать шаг во взрослую жизнь. Не случайно местом для проведения штаба по рынку труда была выбрана территория пассажирского автотранспортного предприятия номер один. Это одно из немногих предприятий, которое уже много-много лет, пусть не в очень большом количестве, но реально трудоустраивает ребятишек, мальчиков, которые занимаются довольно серьезной работой. Они помогают здесь мыть автобусы, убираться и благоустраивать территорию. И мы очень благодарны этой организации именно за это. Пока юноши будут разбираться с автотранспортом, девушки займутся озеленением и благоустройством парков, скверов и других социально значимых мест. Все это возможно в рамках проекта по реализации деятельности трудовых объединений. Особенностью программы является возможность трудоустройства подростков с ограниченными возможностями. Наверное, это одна из немногих возможностей для данной категории подростков, которая позволяет им адаптироваться к жизни, получить первые навыки, трудовые навыки и пройти социализацию. Конечно, организация внеучебного времени и работы во время летних каникул предусматривает и денежное вознаграждение. Свои первые заработанные деньги они могут потратить, например, на новый велосипед. Отличный стимул пойти на работу. Работая на социально значимых объектах, они получают заработную плату. Это, наверное, у многих первая заработная плата их жизни. Я думаю, что это надолго останется в их памяти и поможет им в дальнейшем гордиться вступлением в такую трудовую жизнь. Всего в городе планируют трудоустроить порядка 1200 подростков на время летних каникул. А для взрослых в 2018 году в Ульяновске создадут около 14 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день уже создано более 5 тысяч. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok